Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Суббота сегодня, друзья, сейчас 1 час 38 минут, видео, я думаю, что уже на канале, где мы прогулялись полностью по набережной реки Димчай, по Пикниковой, и сейчас это видео будет, я думаю, фрагментиками, наверное, будем идти по набережной Тосмура, буду вам показывать обязательно, если вижу купающихся людей, я не знаю, солнышко что-то было, было, а сейчас стало. Пропадать пока временно, на солнце очень жарко сегодня, 23 как минимум, хотя никто не ожидал больше 17-18 сегодня. Обожаю этот домик, у меня мечта жить в этом доме, с видами на мой любимый пляж. Ходим в Тосмур, сейчас я через переходик и посмотрим, есть ли там купающиеся или хотя бы загорающие. И я вам покажу сейчас, как будут примерно выглядеть пляжи, кстати, да. Сейчас я вам, друзья, покажу, как будут выглядеть здания новых пляжей. Здесь мой любимый пляжик и наша любимая кафешка, вот эта вот, которая была перед рекой Димчай. Последняя, если с этой стороны смотреть, и пусто пока на ее месте. Сейчас я вам покажу, как будут выглядеть новые. То внимательно я вам показывал, этот скелет железный, да, это таки он и был. Сейчас его начинают обкладывать. Ну, сказать, что производит прям какие-то впечатления пока не могу, потому что он ничего не готово. Там будем посмотреть, когда его уже сделают. Какая красивая вода, друзья, какая красивая водичка. Здесь что-то написано и, наверное, на русском языке, скорее всего. Так, 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 не вижу. То ли Артем, то ли что-то такое. Выглядят здесь люди. Ой, как хочется зайти и уплыть на пару часиков. Нету, нету купающихся. Есть люди отдыхающие. Смотрим мы с вами, это, наверное, в воскресенье или в понедельник. Сейчас я сделаю маленькое видео, просто это замечательное море покажу. И выставлю его, постараюсь прям сегодня, в субботу. Большой-большой привет всем, кто отдыхал. В Арси, Парадайс, Бичхотел. Блю Бич, Арси и Даймонд Хилл. Ара, Эстония, привет. Да, в Эстонию всем привет. У меня много зрителей в Эстонии. Дмитрий, привет. Еще много девушек у меня есть из Эстонии. Привет вам всем, не помню, к сожалению, ники ваши имена. Ну, опять же, вот я сейчас покажу эту кафешку, но опять же, друзья, я же не знаю, какая будет отделка. То есть то, что сейчас обкладывают ее вот такого цвета она, древесного. Потом дальше, может быть, сверху еще что-то будет. Так что это, ну, нельзя сказать, что вот какая она будет. Нет, это просто как бы в процессе, в процессе. Вот процесс начался, и вот я так понимаю, что такого размера, такого формата будут все кафешки на каждом пляже. Сейчас ближе подойдем. Ну, вот так вот. Вот так вот оно как-то будет выглядеть. Ну, не так оно будет выглядеть. Сверху будет белая отделочка, но, скорее всего, будет светлых тонах. То, что я видел на сайте муниципалитета, там фото были проекта этого всего. Если я ошибаюсь, светлых тонах все выглядело. Ну, имею в виду, что вот такого вот размера такие будут кафешки. И они должны быть все одинаковые, вроде как. Ну, посмотрим. Солнышко что-то... Солнышко ушло. Здесь я любил купаться, в этом месте. Напротив Арсоблюбич как раз. Люди вдоль моря, там дальше больше людей будет. Сейчас туда бы мотив в ту сторону. Покажу вам, как много людей у моря. Что-то они там с пирсом делают. Стояла баржа, они что-то сварка работала, подплывала. Баржа специальная, рабочая. Но потом, видимо, они бросили эту идею, что-то там посваривать. Я даже не знаю. Может, они полностью будут его делать, новые, даже с этими столбами. Не знаю, пока что-то непонятно. Что будет дальше с пирсом отеля Гранд Кэптон. Велла-бич, релакс. Что-то солнышко, какие-то тучи. Вроде же дождя не должно быть, но вот как-то солнышко с утра его больше было. Сейчас почти 2 часа. Вот оно, вот оно, вот оно. Но оно будет еще. Потрясающее море сегодня, очень красивое. Гранд Кэптон готовится к сезону. Наверное, что там тарахтит, что-то делает. Вау, людей много на набережной гуляет. Смотрите, что там гречишь. А где наша любимая котейка? Она обычно отсюда никуда не уходит. Странно, что ее не обещаться уже били. Правда, в такое время я вечером все. Привет, где твоя подруга? Вон она, она гуляла на море где-то ходила. Да, да, а ты комодный такой, что-то? Сейчас, сейчас. Сидет наша. Наша подруга. А я уже волнуюсь. Нет, надеялся. Сейчас. Привет. Солнышко выходит снова. Радует. Это у нас в Альва-Ситосе комплексе живого пляжа. По всему берегу много людей туда. Аж до самой Обача реки. На лавочках полно людей везде. Сейчас пойдем, выезжал, проведом. Я приходил, когда я снимал это видео. Вышло, наверное, уже. Да, наверное, вышло. Жак я вечером приходил. Хотел посмотреть, живет ли он в домике. Но не было его. Ночью я здесь был почти в 12, в полдвенадцатого. Видимо, маленький домик. Он же такой колобок. Объемный довольно, толстенький. А там маленький вход и сам домик маленький. Надо было больше коробочку взять. Потому что тот дом у него вообще был пентхаус. А этот мы сделали. Даже не один плюс один. А что такое маленькое совсем получилось. Ну, не знаю. Может быть, он в него все-таки и заходил. Но я его в домике еще не видел. Идем к рыжему. Может, сейчас гулять. Погода хорошая. Может быть, на прогулке. Не вижу на лавочке его. На пляже его загорающем тоже не вижу нашего рыжа. Вдруг он в домике. Давайте посмотрим. Ну, нету вроде. Нету. Где-то гуляет. Где-то ходит. Это пляж Соритаж. Отельчика. Ну, в смысле, пляж не отельчик, а вот это все. Соритаж был. Вы были на этом пляже. На пирсе Азия тоже какие-то ведутся. Видимо, работа, либо проверка идет пирса. Смотрят, нужно ли что-то может делать. Все. Все уже вот в эти дни реально. Видимо, с того, что начали готовиться к сезону. То есть там начали наконец пляжи строить. И пока один только видел. Видели вы со мной вместе. И там пирс делается. Здесь пирсов смотрят что-то тоже. Ну, они проверяют, видимо, надежность железного всего. Это несущие до конструкции. Смотрят, нужно ли что-то подделать. Там людей. Так идешь, ту сторону смотришь, и кажется, там больше людей. Там приходишь сюда, как бы, да, где больше. Кажется, теперь там больше. Есть люди, конечно же. Солнышка только вот нет. Оно то есть, то нет. Такое что-то. Поэтому того тепла нет, которое было два часа назад. Я был на Клеопатрию, Махмутларе. Махмутларе стоял в 11 часов на границе с Кархиджаком. Ну, почти на границе там. Я стоял на солнце, оно палило. По ощущениям, там, ну, 27-28, не меньше. Именно вот когда на солнце было, вот, вперед. Потом оно чуть-чуть послабее стало, когда на Клеопатрии были. Там градуса 23-24. Ну, сейчас вот оно. Вот оно вышло, сейчас и сразу тепло моментально. Когда оно прячется, тогда такая свежесть. Сразу на несколько градусов меньше. И это ощущается. Так, мы в районе пляжей 15-16. Ну, нельзя сказать, что прям совсем много людей. Но есть люди повсюду. Сейчас в перезадоре туда кажется, что на White Gold больше людей. Ну, что, вот такая прогулочка у нас с вами получилась. Еще многих котеек нету, не только рыжего. Ну, все гуляют, наверное, погода хорошая. У них была холодная ночь, они все бегают, наверное, радуются теплому деньку такому. Купающийся не обнаружено. Прошли мы одним чая сюда. До White Gold окупающиеся сегодня только на пляже Клеопатры. Вот только не скупающихся нет. Мира всем, друзья. Мира, добра, здоровья. Берегитесь, а привет из Алании. Пока. Суббота сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok